Твёрдо стоять на фундаменте принципов. Оставить свой свет в истории города. Стать героем важной персоны. Скажите мне, когда вы последний раз были в Минске? Последний раз я в Минске был, когда был ещё первым замом мэра Москвы и курировал Минск. Это было где-то, наверное, в 2009 году. Но вы родились в Минске. Вы воспринимаете это как родной город или нет? Ну, конечно, воспринимаю. Но, правда, меня вывезли оттуда, когда мне было три года. А вывезли сразу в Москву? Сразу в Москву. А в Москве какие самые любимые места, те, которые Ресин не строил? Есть такие места, где Ресин не отпечатал Москву, а они всё равно любимые? Вы знаете, я люблю Москву. И, в общем-то, мне Москва вся нравится. И старая Москва, и новая Москва. И новые районы, которые построены с моим участием, без моего участия. И памятники. Но такое место, к которому я больше всего привязан, наверное, связано с детскими годами, с юношескими. Это район ВДНХ и сама выставка. И вот выставку я всегда вспоминаю с такой теплотой. Особенно в те годы, так, сороковые. Во время войны она закрыта была, но мы, пацаны, всё равно туда бегали. Терезаборы, ходили по этой территории. Ну, я помню ещё рядом с выставкой, рядом с нашими домами, сейчас он уже достроен, там учатся студенты. Это институт киноматографии. А во время войны он стоял ещё недостроенный. И вот там мы в войну играли. Ребята залезут в это недостроенное кирпичное здание. И по нему, так сказать, бегали, играли. А на какой улице жили тогда? В сельскохозяйственной улице. Поэтому, конечно, эти места, они, может быть, они не свёклеестественные. Со всех точек зрения. Но для меня они так близкие и остались. Я помню очень темпераментное выступление Вишневской, которая сказала, что за все годы советской власти не было ни одной музыкальной новой площадки построено, а Ресин построил сразу несколько музыкальных центров. Мы что-то не знаем про Ресина как музыканта? Вы увлекались музыкой и увлекаетесь, нет? Бог не наградил этим достоинством ни слуха, ни голоса. Но я вам скажу, что нельзя так говорить, Ресин построил. Это не я говорю, это Вишневская сказала. Надо говорить, Ресин принимал участие, потому что один человек построить не может. Но действительно, в это время было построено, если говорить, её центр. Центр был построен на Красных холмах, центр. Был театр Эрмитажев построен. Из таких... Вот осенью открыли Александра Борисовича Градского, городский холк. Градского теперь реконструировали, консерваторию. Новая опера. Привели в порядок большой театр. Теперь новую оперу, вы сказали. Теперь на Никитской этот театр. Геликон. Геликон, да. Оперу, которую много здоровья на него положили. Так что, как говорится, с точки зрения Вишневской правильно сказал. В Москве за эти годы построено столько, сколько за все постсоветское время не построено. А вот вы когда, допустим, принимали решение помочь Вишневской или Градскому, вы просто им по-человечески шли навстречу, или вам нравилось то, что они делают на сцене? Нет, один человек не может принимать решение. Решение принимал мэр, принимало правительство Москвы. Ну, конечно, это смотрели и заслуги этих людей, а самое главное – востребованность их. И Градская, и Вишневская – это такие личности, которые и были востребованы, и сейчас востребованы. И, конечно, они нуждались в таких центрах. Я так понял, что в детстве вы музыкой не увлекались. А кем вы хотели быть в детстве? Вряд ли, там, не знаю, первоклассник думает, буду-ка я строителем. Или как вот было? Знаете, я как-то романтиком никогда не был, даже в детстве больше был прагматиком. Но, как ни странно, особо желаний не было. Вот мне нравилось быть шофером. Я всегда, значит, возился около машины, так, и дружил с шоферами, которые работали с отцом. И вот с малых лет, еще с Минска и Москвы всегда много времени с ними проводил. – А в семье была машина? У отца была служебная, наверное? – У отца служебная машина была, у нас не было собственной машины. – А когда, свою первую машину, вы помните свою? – А вы знаете, у меня не было собственных машин. – Всегда служебная? – Я тоже, начиная, она разного уровня была, но практически всегда служебная. Когда, кроме как, когда я мастером работал, тогда не было машин. Тогда на рабочем поезде мы ездили из поселка на карьеру угольной. Так всегда было другое дело, что она могла быть грузовым газиком, или могла быть обрезанной победой, или могла быть с каким-нибудь каблучком, москвичом. Но всегда была. – Без колес не приходилось, значит. – Без колес не было. – А вот в начале 80-х, когда с небольшим перерывом ушли ваши родители, вы занимали пост, возглавали глав Мосинстрой, по-моему. Так называлась организация? – Я был в тот момент, когда умер папа, я был замначальником глав Мосинстрой. – Так. – И когда мама умерла, я был первым замместителем начальника глав Мосинстрой. – А отец был доволен вашей карьерой на тот момент? – Ну, отец у меня, хоть и имел три класса в приходской школе, ну, талантливый был человек, прошел путь от бойца этих частей особого назначения до заместителя, если по нынешним рангам смотреть, до заместителя министра. – А потом опустился до управляющего треста, до замуправляющего треста. – Ну, короче говоря, закончил он персональным пенсионером по партийной линии. – Он хороший трибун был, вообще человек одаренный, но он не согласен был с моей идеологией. И все-таки, уважая меня как работника, он не согласен был с моим мировоззрением, особенно политическим. У меня отец остался таким закоренелым коммунистом. – Несмотря на то, что он был репрессирован в 37-м году. – Он был членом партии с 24-го года и капсамолец с 18-го. И умер так с газетой «Правда» и с этим журналом был такой за рубежом. Но самое главное, отец говорил, вот вы, мы, говорит, создавали, во всем себе отказывали, что-то для страны делали, а вот такие, как ты, вы все это делали, как говорится… – Не буду это слово говорить, которое он сказал. – Мы догадались, какое это слово. А что, вы были как-то настроены по-диссидентски или… – Нет, я не был по-диссидентски, я был тем, кем был, я был тогда… – Ну а в чем вы расходились? – Я был тогда, если с этой точки зрения говорить, и выше его, я был кандидат члена горкома партии, был депутат Моссовета, главка тот был на правах Союзного министерства, то есть я был в ранге первого замминистра СССР. Мы расходились с тем, что я считал, что мы должны идти другим путем. Между прочим, я сразу же поддержал все эти перестроечные дела, и особенно в экономике, я был за рыночной экономикой. – То есть у нас в семье проходили те же споры, которые были тогда в стране. Это был такой период, знаете, начало перестройки. – А скажите, а вот, допустим, Марта Яковлевна, она ваш единомышленник политический, вы с женой? – Марта Яковлевна – это особое мнение. Марта Яковлевна никогда в партии не была. – Несмотря на то, что она, в общем, из номенклатурной семьи? – Несмотря на то, что… Нет, если говорить о ее семье, у нее отец профессиональный военный, который прошел всю войну, летчик, начальник штаба авиационного полка. – Да. Потом уже после войны он был в отставке до самой своей смерти. Мама у него медработник, у нее еще и брат, сестра. Но она занимала должности, как бы сказать сейчас, на которых обычно не членов партии, не держали. – Да, кстати. – Она была начальником дела в одном из главков Министерства угольной промышленности СССР. – И не была членом КПСС? – Не была членом КПСС. Принципиально не вступала. – Она была главным специалистом Госполонессы этой должности, на которой, как правило, были члены партии. В Комсомоле она была, школа она окончилась медалью, но она была окрещенная. Я не скажу, что она, так сказать, была, так сказать, антисоветски настроена. Нет. Но вот так она не совмещала в себе, как говорится, партийность, в то же время веру в Бога и так далее. – А с дочерью и с внуком вы совпадаете идеологически или вы вообще разговоры о политике не ведете с младшими? – Ну, я думаю, что я вообще-то не веду таких разговоров, но внук у меня совершенно самостоятельный человек, своим мнением, совершенно современный человек, кандидат наук. – Каких? – Экономически разбирается, и теоретически разбирается, и, так сказать, как вся молодежь из интернета не вылезает. А вы сами понимаете, что такое, когда человек все знает из тех источников. Обязательно с ним надо будет спорить или переубеждать его в чем-то. – А вот мне интересно, вы несколько раз в разных интервью все время акцентировали на том моменте внимание аудитории, что вы не политик. А при этом Степашин, однако, сказал, что Ресин очень жесткий и мудрый политик. Степашин ошибался? – Я не знаю, что имел в виду Степашин, но я и сейчас считаю себя хозяйственником. И, в общем-то, я политически… Вот сейчас я только стал депутатом, я стал как бы… – Действующим политиком. – Действующим политиком. А так я только занимался вопросами строительства. Ну, был момент, когда я исполнял обязанности мэра по Москве. Но я себя политиком не считал, и сейчас не считаю. И сам я, в общем-то, больше привержен конкретным делам таким, что-то сделать. Какой-то след в этом плане оставить. – Ну, а вот вы же не можете не следить за политическими процессами и не иметь мнения. Допустим, если вы себя считаете не участником этих процессов… – Ну, что значит? Я вхожу в команду, я член партии «Единой России». – Ну, а, допустим, как вы, как мы все же советские люди, мы рождены в СССР, как вы, допустим, относитесь к тому, что тот же Минск, родной для вас город, в котором вы родились, иногда ближе к Москве, иногда дальше от Москвы. С Киевом мы, как вы понимаете, вообще разошлись, и кажется, что навсегда. – Вы имеете в виду, что касается Киева, это трагедия. Да, я считаю, я начинал свой трудовой путь на Украине. Все практики, начиная с Донбасса, кончая, другими районами проводил на Украине. И я очень привязан был и сейчас с глубоким уважением отношусь к украинцам. И это трагедия, это мы близкие очень люди, и это все равно, что в одной семье произошло вот такое, то, что произошло. И я, например, думаю, пока это кошмарный сон, и чем скорее он кончится, тем будет лучше. А что касается Беларуси, это нормальное явление, самостоятельная страна, которая иногда делает то, что им выгодно с точки зрения страны. А нам, может быть, это и не очень выгодно. Где-то, наоборот, мы делаем то, что нам выгодно, чего мы не можем отойти. Это нормальное явление, и здесь обижаться ни на кого не надо, и нужно находить всегда компромиссы, и вместе идти дальше. Вы считаете, когда-нибудь мы сможем, вот вновь говорят про три братских народа, белорусский, украинский и Россия, мы когда-нибудь сможем объединиться, или такое объедение и не надо? Вы знаете, я не знаю, у каждого человека может быть разное мнение, но лично, если вы касается меня, то это была бы моя мечта. Почему? Вы же подчеркиваете, что вы, в принципе, человек практичный, вы хозяйственник, вы все оцениваете сугубо с экономическими параметрами, а это вы, в общем, в сфере больше идеологии, мне кажется. Нет, я как раз говорю с точки зрения экономии. И это, если была бы эта единая экономика, это было бы гораздо лучше. Вся трагедия распада Советского Союза и в том, что разорвались вот эти нити экономические. Так получилось, что, предположим, на Украине, я даже по себе знаю, вот как строители, на Украине делались тюбинги, которые нам нужны были в Москве. И никто тогда не задумывался, что они там делаются, а мы здесь ими пользуемся. Как-то, пожалуйста, то же самое и в Беларуси, и так далее. Нити порвались. И мы все, и они, и мы все страдаем. Если бы не порвались вот эти экономические связи, мы бы все не почувствовали много того, что почувствовали с точки зрения неприятных факторов. Согласен с вами. Во второй части программы мы поговорим о тех вещах, которые, как мне кажется, будут более ближе женской аудитории. Вы знаете, вы со своей женой прожили более полувека. Это, я считаю, очень серьезное достижение. Тем более, что у нас в стране очень часто мужчины, когда они добиваются успеха, какого-то статуса, становятся известными, они жен первого созыва сливают. Поэтому, поскольку вы доказали, что вы такой семьянин образцовый, с вами можно поговорить о женщинах. Скажите, пожалуйста, какие вам женщины нравятся? Только не говорите, что такие, как ваша жена, потому что это будет банальный ответ. То, что вам ваша жена нравится, это уже просто понятно из вашей биографии. Нет, я вам скажу. Вот, может быть, то, чего я достиг по жизни, может быть, я ей обязан. То есть, она из тех женщин, которые стоят за плечом. Скажу, почему. Все-таки я был такой, знаете, улица меня воспитала, поступил в горный институт. Все-таки в институте тоже много учились молодежи, приехавших из бассейнов угольных. Уже работали на шахтах, на рудниках. Многие отслужили в армии. В основном это были не москвичи. Там москвичей-то в нашей группе, может, один-два училось. И я был такой, как тогда выражались, может быть, полустиляга, полуинтеллигент, полу там еще что-то. Но полным не было. Во всех смыслах слова. А она была, мы же с ней учились в этой группе, она приехала с периферии, такая правильная, красивая, целеустремленная, волевая. Вот она меня подхватила. Где-то что-то отрезала, где-то что-то подлепила, где-то поднизила, где-то повысила. Ну, короче говоря, вот она меня где-то в 54-м году подхватила. И тянет до сих пор. И всегда говорили обо мне, говорят, тресет, боится двух людей. Это жену свою и первым секретарем горком, Гришину. Ну, Гришина говорит, что умер уже, но нет, а она, говорит, осталась. И где-то логика есть в каком плане. Я, конечно, не боюсь или что, но она на меня вот такое влияние имеет. Знаешь, у каждого человека бывает иногда, его заносят где-то. Что-то непонятно от каких успехов. А иногда, наоборот, какая-то депрессия, что вот все плохо, да, и так далее. И вот она в эти моменты умеет так направить. Если занесло, то даст по морде. А если, значит, депрессия, наоборот, как-то, значит, подымет. Вот в ней хватает все, и вот такой, не знаю, откуда она взялась. Вот, может быть, от отца, может быть, мордвани, вообще такой народ, довольно-таки крепкий и напористый. Но и в сложных ситуациях. Я иногда смеюсь, я говорю, Маш, тебе, я говорю, Бог вроде, так сказать, многое дал, но в то же время многое от тебя и потребовал. Вот в студенческие годы я во время каникул болел. Она меня выхаживала где-то в дом отдыха под Москвой. Ее морально не обидеть. Морально, если ты ее обидишь, ты себе наживешь врага на всю жизнь. С женщиной работает гораздо легче. Она более скурпулезна, она более вдумчивая, она более усидчивая. Она нигде не пойдет покурить, не придет с похмелья, или голова болит, или выпить хочется. Ну, а когда уже... Это надо... Я всегда поддерживаю. Если женщины молодые уходят в декрет, слава богу, ждем, когда вернутся. Никогда, так сказать, не брали на работу, исходя из того, что она может уйти в декрет. Я помню, был управляющий трестом горно-проходческого работы. У меня был начальник отдела кадров, фамилию даже его помню, Фокин, из военной, в отставке. И он страшно боялся взять на работу женщину. Тогда сложно было с этими всякими штатами, беременными. И он ее разглядывал и снизу, и сверху, и сбоку. И, кажется, все углядел. И обязательно попадал на то, что, значит, через какое-то 5 месяцев надо было... А тогда, знаешь, как было? Она уходит в декрет, числится, на ее место взять никого нельзя, и временно нельзя. Тогда это целая была эпопея. Вот Володя это всегда было популярным именем и в 20-е, и в 30-е, и до сих пор очень много. А Марта была распространенным именем вот в тот период, когда вы познакомились? Нет, нет. Редкое было имя, да? Редкое имя, да. Вы ее называете Машей, мне так было слышно? Нет, она Марфа по... А, Марфа она по... По паспорту Марфа? Нет, Марфа по церковному. А, по церковному, так. Марта... А вы ее как называете? Марта я... К ней как обращаетесь? Марта я... А, Марта все-таки, да? Марта я все-таки. Не послышала, значит, просто. А имя дочери кто выбирал? Она. То есть вот даже с вами не посоветовалась? Ну, почему не посоветовалась? Она ее, по-моему, в честь Фурсовой назвала. Понятно. А вас назвали родители не в честь Владимира Ильича? Вы не знаете, вы почему? Не знаю. Никогда на эту тему разговора не было. А свою первую любовь вы помните? Школьную, я не знаю, Петсадовскую? Ну, я такой благолюб, я здесь все вспомнить не могу. Ну, хорошо, если не хотите говорить про первую, то вы скажите, вот кто вам запомнился? У вас был какой-то, когда вы были там мальчиком, какой-то типаж? Девочке нравились там, не знаю, рыжие, бронетки, блондинки? Или не было? Я как-то поздно. Где-то у нас школы раздельные были. Ребята отдельно, девочки отдельно. Иногда общие вечера были. И, в общем-то, я, по-моему, в девятом или в десятом классе первый раз взял под ручку девочку. У нас как-то в этом было, мы больше, так сказать, в компаниях проводили с ребятами. Не было вот такого, чтобы с кем-то постоянно там встречался в школьные годы. Или такого не было. То есть непостоянные вы были? Ветренные были, непостоянные? Ветренные, а тяги такой не было. Потанцуешь там где-то на вечере. А вот когда поступил в институт, вот тут уже начались и вечера, и встречи, и так далее. А вот вы какой отец в смысле отношения к кавалерам вашей дочери? За дочерью, когда начали ухаживать молодые люди, вы как к этому относились? Ну, она как-то сама к этому отнеслась. Поехала в дом отдыха, познакомилась с нынешним своим мужем. И с тех пор, вот, слава богу, одному уже за 60, а ей уже 55. А замуж она за него вышла, она была на четвертом курсе института. Ну, такая у меня. А вы какой тесть? Вы сами себя считаете, вот, привнивый, придирчивый или нет? Или такой, которого можно пожелать любому? У меня мало, все-таки, внимания. Я дома бывал, как она смеется, на ночлежку приходишь. Ну, где? Я выезжал на работу где-то в полвосьмого утра и приезжал в 10, в 11 вечера. Я мало все-таки, все субботы работал, иногда в воскресенье. Ну, надо, правда, смотреть в глаза. Конечно, я мало внимания уделял с этой точки зрения семье. Хорошо, но вы, про вас известно, что... Дочка часто бывала у родителей жены, потому что жена же тоже работала. Что такое те должность, которую она занимала? Это тоже ненормированный рабочий день. Это тоже, считай, не семь часов на работе. Хорошо, всем известно, что Рейсин трудоголик. Вот это вот просто все говорят. А мне, поскольку я сам не трудоголик, мне интересно, как трудоголики вообще разряжаются. Это, ну, раз в неделю надо напиться или что? Или пойти музыку послушать? Нет, ну... Какие существуют альтернативные методы разрядки для людей, которые трудятся в таком темпе? Да, я любил. Ну, все, трудоголик – это не значит, что человек другими делами никакими не интересуется или не занимается. Мы в театр ходили и на футбол, и на хоккей, и на другие мероприятия. Это не вычеркивается. Это не значит, что человек все время на работе. А на футбол и на хоккей с кем вы ходили? Ну, как с кем? С товарищами, которые тоже любят это дело. Меня жена не увлекалась спортом. А в театр? Со мной не ходила. Ну, в театр, да, жена. Тоже, может быть, компания. А у вас вообще в сфере спорта, допустим, и искусства, театр, кино, есть какие-то, ну, наверное, слово «любимчики» не точное, но люди, которые вам очень нравятся? Из артистов? Да. Ну, я многих знаю, и артистов, и дружим, и семьями, и в некоторых уже и живых нет. Но Лена образцована, например, из Большого театра. Еще Семен Фарадас. Ну, с Фарадой-то у вас там... Ну, у меня очень много. Такая отдельная история, да. Да, отдельный, и Градский, ну, очень много. Вы... Всем помогали? Ну, и интересные люди, и счастливы, собственно, и поддерживают тоже. Кто же? Помогали вы всем или только тем, кто ставил вопрос так? Или иногда вы по собственной инициативе решали помочь? Ну, я помогал тем, кто обращался. Потом вот такое слово «помогал». Ну, возникали какие-то вопросы, решали их. Житейские вопросы. Хорошо. А вам кто-нибудь помогал в жизни? Ну, конечно, помогал. Кто? Их уже многих и в живых нет. Так же, как любому человеку. А вам кто-нибудь мешал? Мешал? Да. Слушайте, хватало и таких тоже. Ну, это же нормальное явление. Или ты, или тебе. Вы злопамятный человек? Нет. Нет? Отходчивый? Отходчивый. А вот, допустим, ваш внук на вас похож? Как вы считаете? Я не про внешность говорю, а вот про характер и темперамент. Нет, мой внук непокошный другого типа. Вы им занимались, как дедушка? Мой внук, как я выражаюсь, интеллигент. Вы нет? Я не. Ленин, правда, говорил, гнилая интеллигенция. Но он не гнилая, но он интеллигент. Ой, не любит рейсин интеллигенции. А потом, ну, нет. Я не могу сказать, что я не люблю. Но все-таки интеллигенты чуть-чуть и несколько отличаются. А вы считаете, вот, может быть, человек, допустим, если мы говорим о нашем общем знакомом Александре Борисовиче Градском, быть, с одной стороны, творческой натурой, с другой стороны, как раз очень практичным человеком, который вот все понимает про устройство жизни. Или эти вещи, как правило, мешают друг другу? Да нет, он... Ну, не Брагратского, говорю, а в целом. Вот вы считаете, вот эти качества, они... Они нужны. Нужны. Полноценный человек, когда он обладает и тем, и другим. Ну, а вот, допустим, вы же про себя говорите, что вы исключительно практик, человек, который никогда не интересовался, не увлекался искусством. Нет? Или я неправильно понял ваш тезис? Кто? Вы. Ну, как? Ну, нет таких людей. Я не умираю, как говорится, и не стою там в очереди, или не бегаю каждый день на спектакли, там, или не жду какого-нибудь артиста, когда он выйдет из театра. Ну, все равно я люблю театр, люблю кино. Ну, то есть, вы смотрите, здесь я какое-то вижу некоторое противоречие. Вот, допустим, вы любите театр кино, и вы, значит, можете принять какое-то решение, принимали, может быть, о строительстве какой-то площадки или, там, я не знаю, передачи, там, бывшего кинотеатра Градскому. Ну, руководствуясь не сугубо практическими тогда получается мотивами? Нет. Мотив один, самый главный, все-таки, не Градский, не Рейсин, там, не кто-то другой, а мотив самый главный, чтобы искусство Градского довести до аудитории, до москвичей, до гостей Москвы. И самое главное, дать ему возможность после себя что-то оставить. Что значит его театр? Значит, там он проводит учебу со своими учениками, там у него есть возможность что-то, эксперименты какие-то делать. Там у него все возможности есть, которые позволяют ему, как говорится, духовно, творчески и физически расти. У нас три минуты осталось, поэтому в конце вот такой разговор у нас будет концептуальный, я бы сказал. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что вы совершали какие-то когда-либо серьезные ошибки? Ошибки, наверное, никто не застрахован от ошибок. Конечно, я, наверное, много в жизни ошибок, как говорится, совершал. Но могу сказать, что никогда никого не предавал, никогда никого не унижал, никогда никого не обижал. Хорошо, о чем вы жалеете? О чем я жалею? Да, есть такие вещи, что вы жалеете, сделали бы по-другому, если бы была возможность переписать. Ну, это все такая фантастика. Ну, то есть ни о чем не жалеете, вы вспоминаете. Ну, единственное, что я бы, если бы это было возможно, то я бы все, что есть, и все, что достиг, отдал и начал бы сначала. Ну, с какого возраста я бы начал? Ну, с поступления в институт. Начал бы с 17 лет. А вы верите в удачу? Верю. Вам везло в жизни? Я считаю, что как-то Бог поддерживал. Ну, например, когда вы считаете, что... Ну, помимо того, что когда вы встретили Марту, поэтому это понятно, что здесь повезло. Когда вы считаете, вам еще повезло? Ну, вот, сделал все-таки серьезную операцию, перенес на сердце. Живо остаться и, как говорится, вот в том виде, в каком месте, продолжаю работать. Я считаю, что вы в отличном виде. Я желаю вам в этом виде остаться, да, как минимум, до 100 лет. Большое вам спасибо. Спасибо. Нестандартная такая прошла беседа, довольно-таки такая оригинальная, и наоборот, мне кажется, неформальная. Мне очень нравится ваш канал, и он живой, работящий. И чем больше мы его будем втягивать, особенно вот в эту программу, или вот в такие программы, которые москвичей интересуют, и которые, как говорится, ну, за живое берут, та же торфянка-то, а мало ли какие бывают ситуации. Мы только благодарны вам будем. Редактор субтитров А.Семкин